Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня я буду вязать коврик из пряжи Alize Puffy Fine Ombre Batik. И если такой коврик Вам понравился, предлагаю присоединиться и связать вместе со мной такой же. Эта пряжа – новинка сезона от фабрики Alize. И слово Ombre в названии указывает вот на этот плавный переход оттенка от светлого к темному на протяжении всей нити. В палитре эту пряжу Вы найдете под номером 7259. По весу и объему этот моток довольно внушительный, в нем 500 грамм и 73 метра. Пряжа очень приятна на ощупь, из нее получаются невероятно мягкие и теплые изделия. Разработана была эта пряжа для вязания руками. И действительно, вязать из нее очень просто и легко. Поэтому даже самые неопытные начинающие рукодельницы с легкостью смогут вязать из этой пряжи. А если у Вас есть навык вязания крючком, то я покажу Вам, как с помощью крючка ускорить процесс вязания. Итак, приступим. Пока нам нужен будет один моток. Снимаем с него этикетку и находим конец нити. Начинаем вязание мы снаружи мотка, поэтому центр коврика у нас будет с темным оттенком. Отсчитываем на нити 35 петель, вяжем первый ряд. Продеваем 36 петлю в 35, 37 в 34 и так далее. Итак, мы уже вязали в предыдущих мастер классах, где оставляли открытые петли. Но для вязания коврика мы будем использовать немного другой способ. И каждую провязанную петлю надо будет закрывать. То есть, каждую провязанную петлю нам нужно еще продеть в предыдущую. В итоге у нас наверху получится вот такая косичка из петель. И так надо будет провязать до конца ряда. Если Вам удобно вязать руками, Вы можете продолжать это делать руками. Но я бы посоветовала Вам все таки попробовать повязать крючком. Предлагаю найти вот такой большой крючок, у меня это седьмой номер. Последняя петля всегда у нас будет оставаться на крючке. Заводим крючок в следующую петлю нити основы и подхватываем следующую петельку с рабочей нити. Провязываем ее и сразу закрываем. На крючке снова одна петля. Опять завели крючок в петлю снизу, протянули через нее петлю с нити основы и сразу закрыли. Завели крючок, провязали, закрыли. Снова завели, провязали, закрыли. На мой взгляд с крючком получается намного быстрее. Так нам надо провязать до конца ряда, пока не закончатся все 35 петель на нити. Вот такая лента получилась в первом ряду. С одной стороны у нее наборный край, он достаточно тонкий, а с другой стороны довольно плотная косичка из провязанных петель. Дальше мы будем вязать по спирали. И чтобы перейти на противоположную сторону, нам нужно подняться по боковой стороне. В крайнюю петлю провязываем 3 петли. Вот провязаны две петли и уже видно, как вязание поворачивается. И сюда же провязываем еще одну третью петлю. Теперь мы видим, что стягивать вязание в углу ничего не должно. Смотрите, вот у нас наборный край. Здесь есть петли, а между ними ниточка, которая скрепляет их. Так вот крючок сейчас надо будет заводить вот сюда, под эти петли. Находим первую петлю, заводим в нее крючок, захватываем петлю с нити, протягиваем через петлю основания. Далее провязываем эту петлю следующей петлей с нити и закрываем. Вот так теперь и будем вязать. Первую петлю с нити протягиваем через предыдущий ряд, второй петлей ее провязываем и закрываем. Протянули, провязали, закрыли. Кончик нити надо уложить вдоль ряда и он у нас спрячется в процессе вязания. Так, продолжаем вязать дальше до конца ряда. Я думаю, Вы уже отметили, как ловко петельки продеваются при помощи крючка. Но если Вы все же склонны вязать руками, показываю для Вас. Первую петлю с нити продеваем, затем провязываем ее второй петлей и закрываем. Все точно так же, только немного дольше. Итак, довязали до конца ряда. Вот в эту боковую петлю нам сейчас нужно сделать три припавки. То есть провязываем в одну петлю три столбика, точно таким образом, как мы вязали до этого. Вытянули петлю, провязали ее следующей и закрыли. Вот видите, у нас получился вот такой кругленький торец. Тем самым мы перешли на второй ряд. То есть теперь на каждом повороте мы будем делать по три прибавки и у нас получится коврик овальной форме. Начинаем вязать второй ряд. И вот тут обратите внимание, у нас по краю проходит косичка. У нее есть передние стенки петель и задние. Так вот, если Вы хотите получить разделительный кантик между рядами, заводите крючок за заднюю стенку. Я так и буду делать. Можно заводить крючок сразу под обе дольки косички, тогда Ваш рисунок будет немного отличаться. Вяжем по одному столбику в каждую петлю до поворота. И вот видите, какая разделительная полоска получается между рядами. Довязали этот ряд до закругления и вот тут у нас были провязаны три петли подъема, сейчас нам нужно в каждую петлю провязать по два столбика. То есть мы в этом месте делаем три прибавки и у нас прибавится три новых петли. Дальше провязываем все столбики ряда в каждую петлю, по одному в каждую петлю. Вот у нас следующий поворот и здесь мы делали три столбика в одну петлю. Точно так же в каждой из них нам нужно провязать три прибавки. В каждую петлю предыдущего ряда вяжем по два столбика. Здесь не забывайте находить заднюю стенку, чтобы наш декоративный кантик между рядами не прерывался. Мы дошли до очередного поворота, то есть поворот у нас начинается на уровне первого ряда в той точке, где мы делали первые три петли. И если провести черту по этой точке, то получится ровно половинка круга. Вторая половинка, как вы понимаете, у нас будет на противоположной стороне. То есть вот к этой половинке круга мы будем делать прибавки, чтобы она у нас равномерно закруглялась. Сейчас у нас здесь шесть петель, значит прибавки будем делать через одну петлю. В первую петлю вяжем один столбик, во вторую петлю делаем прибавку, то есть провязываем сюда еще один столбик. Снова один столбик, здесь будет два столбика. И последняя пара осталась, вяжем один столбик, а вот сюда делаем прибавку. И сейчас смотрите, точно такие прибавки нам надо будет сделать на противоположной стороне. Поэтому я не буду там останавливаться, провяжу этот ряд в круговую и встретимся мы с вами вот здесь. Имейте ввиду, три прибавки через одну петлю вам нужно сделать самостоятельно с двух торцов. Новый ряд и новый поворот. Если хорошо приглядеться, то можно увидеть, где мы делали прибавки. Вот тут у нас провязана одна петля, прибавка, снова одна петля, прибавка, одна и две петли. Теперь делаем прибавку в одиночную петлю, затем провязываем два столбика там, где была прибавка. И так повторяем три раза. Провязывать каждый ряд на камеру я уже не буду. Надеюсь, после моих объяснений вы справитесь самостоятельно. В следующем ряду прибавки будем делать уже через три столбика. Дальше пойдет ряд, где будет четыре петли и прибавка и т.д. Можно взять в интернете схему идеального круга, поделить ее пополам и высчитывать прибавки по этой схеме, но можно обойтись и без нее. Главное в каждом ряду смотреть, чтобы прибавки располагались равномерно и не вставали друг над другом. Тогда закругление получится ровным. Прибавки я делала в каждом ряду. Если у Вас вдруг начнет край ложиться волнами, можно провязать один ряд без прибавок. Если наоборот почувствуете, что край начинает тянуть, сделайте не три, а четыре прибавки на каждый из торцов. Во время вязания Вам придется соединять нити, это может быть вот такая ситуация, когда внутри мотка встретился брак. К слову сказать, такое я встречаю впервые, несмотря на то, что связала из этой пряжи уже очень много. Надеюсь, что Вам брак не встретится, но между мотками нить все равно придется соединять. В любом случае нити просто нужно связать между собой. И сделать надо так, чтобы крайние петли оказались друг с другом на том же расстоянии, что и остальные петли на нити. Узел должен быть прочный и надежный. Затяните его хорошенько. И потом просто обрезаем хвостики. Прятать хвостики в полотно получается долго и ненадежно. Со временем они непослушно начинают вылезать. А такой узлок среди пушистых петелек будет незаметен. Мой коврик быстро увеличивается в своих размерах, а я не налюбуюсь на него. И смотрите, на этот большой полукруг я по прежнему делаю по три прибавки, считать такое количество столбиков было бы сложно, поэтому я делаю прибавки примерно распределяя их по краю полукруга. Еще я остановилась, чтобы показать Вам, как уже красиво выглядит градиент. И на данный момент от мотка осталась примерно одна третья часть. Вот такой коврик получился у меня из одного мотка. Я расстелила его измерить и Смоки быстро облюбовал его. Он у нас неравнодушен к изделиям из пряжи пуфи. Стоит оставить где нибудь плед или подушку, он тут же ложится на них, надо ему будет что нибудь связать. Смотрится этот коврик бесподобно, и Вы сами это видите. Но есть в нем один маленький минус – этот коврик мягкий и скользит по ламинату, поэтому под него обязательно нужна противоскользящая подложка. Такие подложки можно купить и у нас, кажется в Икее были. Но чтобы можно было ее купить, не выходя из дома, я поищу, какие предложения есть на Алиэкспресс. И если найду, в конце видео вставлю кадры, как они выглядят. По размерам коврик из одного мотка получился метр 10 на 70. Но мне нужен коврик большего размера, поэтому я сейчас провяжу второй моток и покажу Вам, что у меня получилось. Второй моток я начну со светлого оттенка, чтобы переход получился плавный, без резких границ. Для этого нужно достать нить из середины мотка, находим ее кончик, связываем с кончиком нити от первого мотка, как это сделать, я Вам уже показала, и продолжаем вязать. И вот итог моей работы – коврик из двух мотков пряжи Alize Puffy Fine Ombre Batik. Не знала, с какой стороны его сфотографировать, и на этом фоне он кажется маленьким, но, к Вашему сведению, здесь тумба примерно 2,5 метра в ширину и огромный телевизор с диагональю 55 дюймов. Так что это только кажется. И чтобы Вы не сомневались, наш Смоки снова занял себе место на этом мягком коврике. Теперь на его фоне размер выглядит впечатляюще. По размерам он получился 1,5 м на 1,10 м. И вот нашла я для Вас на Алиэкспресс то, что обещала. Это прорезиненная сетка, которую можно вырезать по размерам коврика и постелить как основу под него. Также эту сетку можно использовать в различных сферах домашнего хозяйства. В этом магазине есть разные размеры, можно все рассчитать, чтобы не брать лишнего. Все полезные ссылки найдете внизу, разворачивайте описание. И на этом мы с Вами прощаемся до следующих выпусков. Надеюсь, что коврик Вам понравился и Вы захотели связать такой же своими руками. В этом случае информация о размерах поможет Вам заказать необходимое количество пряжи. Как всегда жду Ваши отзывы в комментариях, там же задавайте свои вопросы, если они у Вас возникли. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.